Возвращаемся к железнодорожному форуму. Стратегическое партнерство 15-20, которое сегодня продолжает свою работу в Сочи. Моя коллега Ирина Россио сбеседует с участниками мероприятия. Сейчас она выходит на прямой связь со студией. Ирина, день добрый. Кто ваш собеседник на этот раз? Здравствуйте, Екатерина. Сегодня мы будем общаться с Геннадием Николаевичем Талашкиным. Первый заместитель генерального директора ОАО РЖД «Строй». Геннадий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рады приветствовать вас здесь на форуме международном. Я знаю, что у вас была секция. Очень интересно. Вы обсуждали железнодорожное строительство, локализация инновационных технологий на пространстве 15-20. Какие основные проблемы вы поднимали и к чему пришли? На самом деле проблем очень много. Проблем, которые требуют своей актуализации и решений. Поэтому в зале на нашей секции были и проектировщики, и строители, и те, кто непосредственно отвечает за инвестиции в эту область. Основные проблемы, как, наверное, и во всех секторах экономики, это, конечно, инвестирование. Но мы ставим свои задачи именно решение этих задач через инновационные технологии. Потому что любая инновация, она в итоге должна дать сокращение как эксплуатационных затрат, так и возможных инвестиционных затрат. Вы еще и обсуждали действительно внедрение новых инновационных технологий. Это, насколько я понимаю, безбалластный путь, который вы собираетесь применять. Уже есть ли, скажем так, некие сроки применения этой технологии? Насколько она действительно лучше, чем та, которая сейчас есть? Да, Ирина, на самом деле в мире существуют две конструкции пути, основных, базовых. Это конструкция пути на щебне и конструкция пути на безбалласте, как мы называем. Жесткая конструкция пути, которая не требует специального щеберночного основания. А находится на железобетонной плите, которая или заливается в процессе строительства, или производится на заводе и потом укладывается в путь. Поэтому для России безбалластный путь – это новая концепция, еще достаточно глубоко неизученная. Но, тем не менее, в 2010 году мы уже уложили первый такой путь на линии Санкт-Петербург-Москва. Опытный участок был выполнен в 2010 году, как я уже сказал. Показывает достаточно высокие эксплуатационные показатели, свойства. Поэтому дело замало, нам нужно его внедрять. Мы изучаем вопрос применения конструкции LVT. Это швейстарская технология, которая была уложена в известном, наверное, многим нашим телезрителям тоннеле, евротоннеле. Такой путь используется в мире на протяжении 1100 километров. Это не очень много, но, тем не менее, это, на наш взгляд, настоящая инновация, которая у нас применима. И потребность в этой конструкции пути существует достаточно остро. Так, тоннеле мы еще вернемся, на то, к сочинским. А вот как раз по поводу вот этой технологии. Каким образом мы будем реализовывать эту технологию? Будет ли какой-то локализация, какой-то процесс локализации? Или мы будем получать вот эти материалы из Швейцарии с помощью швейцарской компании? Основой конструкции этого пути являются моноблоки. Это, можно сказать, эти шпалы, которые разделены на блоки и которые впоследствии при строительстве омоноличиваются бетоном. Так вот, выпуск этих моноблоков мы уже освоили и локализовали 100% на одном из наших заводов в городе Сызани. Поэтому первый этап этой задачи мы уже выполнили. Далее у нас стояли задачи по сертификации и локализации уже в опытных конструкциях этого пути. Это тоже нами выполнено. Первый такой участок, опытный участок, заложен на экспериментальном кольце во Вненишке. Это отраслевой научный исследователь Скинский тут железнодорожного транспорта, который сейчас изучает эту конструкцию для того, чтобы дать свои рекомендации как проектировщикам, так и строителям для дальнейшего его использования. РЖД «Строй» активно участвует в Олимпийской стройке. И вот что касается тоннелей, международные организации высоко оценили качество работ. Вот какие значимые проекты вам удалось реализовать и что планируете сделать в ближайшее время? Мы как раз планируем применить эту конструкцию пути в двух тоннелях на Сочинском строительстве. Шестой и седьмой БИС. Значит, все необходимые проектные работы выполнены. И мы ожидаем, когда тоннели-проходческие комплексы, тоннели-проходческие компании нам передадут участок для укладки этого пути. Я думаю, что это уже произойдет в сентябре-актябре этого года. Еще есть один проект. Это здание железнодорожного вокзала в Адлере. Я не могу говорить об этом проекте, потому что мы не участвуем в строительстве. А, это значит ошибка. Другая компания производит работы. Я оцениваю достаточно высоко. Вы высоко оцениваете этот опыт. Может быть, вы будете применять для себя те технологии, которые там были? Есть такие планы? Я думаю, что этот опыт будет тиражироваться не только в Сочи, но и на других вокзалах нашего пространства 1520. Потому что сейчас идет реконструкция вокзалов не только здесь, в Сочи. Но мы говорим о реконструкции вокзалов и в Москве. И о том, что это должен быть не только вокзал, некий такой большой терминал и торговый. То есть там должны применяться не только технологии, которые применялись раньше, но и новые. А вот что касается новых материалов, то, что вы рассказали, больше других материалов не будет применяться. Мы говорим о конструкциях. Конечно, будут применяться и материалы, и конструкции. Мы много работаем по вопросу композитных материалов для применения как в мостостроении, как в опорах контактной сети. Это новое, интересное, значимое направление в дальнейшем. И я думаю, это произойдет некую революцию даже в строительстве. А теперь, что касается строительства особо в природоохранных зонах, сегодня вы тоже на секции этот вопрос поднимали. Каким образом вы относитесь к этой проблеме и решаете ее? Мы к этому относимся, конечно, с особой ответственностью. Мы понимаем, что, конечно же, строительство и строители не должны стать проблемой для жителей, для природы, для все то, что было создано не нами. Поэтому, конечно, на уровне проектирования, на уровне разработки самой концепции строительства мы, безусловно, используем как какие-то инновационные подходы, так и опыт наших зарубежных коллег в этой направлении. Ну что ж, спасибо вам большое. Желаю удачи, новых, хороших проектов. Я напомню, что сейчас мы разговаривали с первым заместителем генерального директора УАО «РЖД Строй» Геннадием Талашкиным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова